Итак, добрый день, доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу тему, тему весенних ароматов. И сегодня мы с вами вчера поговорили про лёгкость, про полёт фантазии, про творчество. Мы повыбирали с вами аромат для влюблённости. И вот сегодня мы продолжаем тему, у нас будут ароматы, которые нас вдохновят на цели, на финансовые мечты и ароматы, от которых вырастают крылья. Сейчас, так, Галина, у меня же слышно всё хорошо, всё видно, да? Да, всё слышно, только вот трансляция экрана непонятно что-то, видно и тебя, и то, что вы транслируете экран. Ага, ну вот сейчас я слайды как раз запущу, и будем продолжать нашу тему. Так. Всё, да, теперь видно. Видно? Да, всё хорошо. Отлично. Итак, сегодня у нас будут ароматы, которые вдохновят нас на цели, на финансовые мечты. И от этих ароматов, по идее, всегда вырастают крылья. И, дорогие друзья, какие же должны быть нотки? Потому что ароматов на самом деле же очень много, даже не обязательно ароматы от Сибириан Велнос. Пожалуйста, тестируйте свои ароматы, которые у вас уже есть, чтобы вы понимали, что это аромат не просто для того, чтобы вкусненько пахнуть, но для того, чтобы вот какие-то задачи, какие-то желания. Парфюмерный гардероб, чтобы это соответствовал вашему, то, что вы несёте в мир, чтобы это было в гармонии всё. И, смотрите, лимон, зелёные нотки, но зелёные нотки не сладкие, а такие свежие, возможно, это базилик или вот какая-то пряность такая свежая. Кедр обязательно должен присутствовать, который даёт, ну, такой стержень внутри, ветер, кожа. Кожа в разных своих проявлениях, то есть, как грубая кожа пахнет, это буквально вот, ну, знаете, некоторые говорят, ой, пахнет кирзовыми сапогами. Ну, нет, конечно, это не кирзовыми сапогами, вот, но кожа тоже бывает разная, и запах у неё может быть разный. Это может быть лайковая кожа, лайковая перчатка нежная, может быть, как кожаная куртка, может быть, действительно, вот как вот обувь. Древесные ноты обязательно должны присутствовать здесь, потому что древесные ноты тоже дают очень хорошую структуру, то есть, они нацеливают, они фокусируют очень хорошо и выполняют хорошо свою задачу. И давайте посмотрим, что из наших ароматов соответствовать будет этому парфюмерному гардеробу. Ну, этот, это, вы знаете, один из любимых моих ароматов, golden amber и midnight saffron, это золотая амбра и полночный saffron. И вот я немножко хочу рассказать здесь про, кстати, да, я этот аромат уже нанесла до нашей беседы с вами, вот он уже раскрылся, то есть, уже раскрылось сердце аромата. Он очень интересный, никого не оставит равнодушным, это магнетический аромат. Ну, точно у вас либо сразу скажут, фу, ой, мне не нравится, как он пахнет, а некоторые говорят, слушайте, такой аромат, прямо хочется за ним идти, идти. Он относится к восточно-древесным, опять же, не для всех аромат, то есть, вы просто должны его послушать, понять, как он на вас садится, как вы можете с ним раскрыть свои внутренние, вот, внутренние силы, поможет ли он вам в этом или, наоборот, не поможет. Наши ароматы выбираются именно таким образом. Начальные ноты здесь идут чисто шафрановые, и вот про шафран я бы хотела немножко рассказать. Ну, вы, наверное, в курсе, что шафран используется и в кулинарии, и в парфюмерии, что это одна из самых, если не самая дорогая пряность. Вот я где-то прочитала, что один килограмм шафрана собирают примерно с поля шафранового. Представляете, поле нужно, как футбольное поле, нужно засадить шафранами, и собирается всего один килограмм. То есть, что это такое? Это вид крокусов, который вот растет, там, цветет буквально там две недельки. Это поле цветет, и в каждом крокусе, вот здесь они на картинке, кстати, эти крокусы есть, всего три тычинки, и собираются шафран. Это не цветы бархатцы или еще там что-то, за которое многие недобросовестные продавцы как раз и продают шафран. Это вот эти три маленькие тычинки, их всего три, оранжевого цвета, которые вот в этих вот крокусах весенних, в некоторых сортах крокуса находятся. И представьте, значит, стоимость одного килограмма от трех тысяч до 160 тысяч долларов, в зависимости от места произрастания. Это и Испания, и Италия, и Иран, по-моему, еще. Да, и в Таджикистане сейчас стали засаживать. Поняли, что это, ну, большие деньги гораздо выгоднее, чем фрукты высаживать или что-то еще. Вот, поэтому шафран – это достаточно редкая пряность, редкий ингредиент в парфюмерии, но его используют, очень любят использовать те авторы, которые вот работают с нишевыми ароматами и с люксовыми домами. Цветочные ноты здесь присутствуют, безусловно, потому что сам шафран, он немножко такой, знаете, как, как вот это вот выразиться, то есть он не резкий и не мощный запах, поэтому здесь цветочные ноты, они его дополняют. В нотах сердца здесь тоже цветочные ноты и такая сладкая гурманская нотка нуги. В шлейфе есть амбра, мускус и дубовый мох. Дубовый мох – это так называемый эвернил, очень сильный аромат. Здесь он в синтетическом ингредиенте, вот, и он, вы знаете, он очень хорошо закрепляет, закрепляет саму базу, поэтому аромат получается очень мощный, очень сочный и долгоиграющий. Ну, перед ним, вот, как я еще раз скажу, невозможно устоять. Здесь еще есть яркие ноты масла Америса, и он соблазнительно стойкий получается, головокружительный, древесно-восточный, он притягивает как магнит, он подходит и мужчинам, и женщинам. Помните, я в прошлый раз говорила, как на мужской коже раскрываются ароматы, как на женской, то есть мужская горьковатая кожа, горьковатая, солоноватая, женская, она сладко-свежая, поэтому ароматы, естественно, раскрываются по-разному. Неприторный шлейф сладкий, но неприторный, вот, и поэтому, ну, авторский аромат – это Билен Дарсия, уникальный парфюмер, испанский парфюмер, она создала этот аромат со своей командой. И куда его можно носить? Следующий слайд. Итак, ну, это такой аромат, то есть его на работу или с утра на себя не нанесешь. Его можно носить в театр. Ну, вот, представляете, что целый день вы где-то работали, и вот вам нужно расслабиться, и вот вам нужно как-то себя преподнести, и вот этот аромат будет идеальным. Он сочетается с вечерним нарядом, дорогими украшениями, высокими каблуками, красивой укладкой, макияжем, ужин. Если на ужин, допустим, вы идете там во французский ресторан, в итальянский ресторан, и вот ноты специи, шафрана и гурманские ноты, нуги, они прекрасно будут сочетаться с ароматами сыров и вин. В модный бар, опять же, если вы идете, обычно в популярных местах, где много народу хочется быть заметной. Вот, поэтому, да, если будете выбирать легкие цветочные ароматы точно исключите, и яркая женственность, сексуальность, как раз вот этот аромат вас раскроет. И вы знаете, с этим ароматом очень важно соблюдать парфюмерный этикет. Про парфюмерный этикет, конечно, нужно отдельную тему выносить, потому что на самом деле у нас 17 точек нанесения ароматов, но для таких мощных ароматов нужно использовать из 17 только одну. Ну, или две секретные. Эти секретные точки – это подколенками, то есть подальше от носа, и они будут благоухать только тогда, когда вы движетесь. Вот. Поэтому с этим ароматом, знаете, если вас куда-то уносит, и вы не можете на чем-то сфокусироваться, то попробуйте поработать с этим ароматом, чтобы поставить фокус на очень важную для вас цель. И вы точно добьетесь успеха. Следующий аромат – это один из моих любимчиков. Аромат «Талисман». Тоже наношу его сейчас на блонтер, пока вам рассказываю. Этот аромат у меня сразу забрал мой супруг. Аромат «Секстум». Буквально вот два нанесения, и ждем, как он раскрывается. Интересно. Этот аромат помогает в бизнесе, где важны гибкость и коммуникация. Он повышает активность ума. Вы знаете, первые начальные ноты бергамота. И я обожаю в этом аромате чайные нотки. Здесь их несколько, чайных нот. Они все великолепны. Все по-разному раскрываются. Одни в начале, другие в сердце, и третий в шлейхе. Листья мате. Мате же – это тоже чай. В шлейхе раскрывается очень хорошо, очень красиво. Это противоречивый парфюм, я бы сказала, да, потому что он обладает и притягательной силой, и он немножко смягчен цветочными акцентами жасмина. И здесь есть еще пачули. Вот про пачули вообще отдельная тема. Тоже немного расскажу. Чуть попозже. Вот сейчас этот аромат опишу вам красиво, что он из себя представляет, и про пачули расскажу. Ну вот чайные парфюмы вообще особенно и хороши тем, что их комфортно носить вообще в любую погоду. Не только весной, но именно весной он нам поможет тоже вот сфокусироваться на наших целях, потому что, как я уже сказала, это аромат духовного роста, непрерывного движения вперед. Он может запустить в пространство креативные идеи, и зарядит энергией не только вас, но и окружающих. И вот здесь чайные нотки очень хорошо сочетаются с фруктовыми, цветочными, древесными и еще акватическими. Для мужчин, для женщин однозначно подойдет. Очень красиво будет раскрываться и абсолютно по-разному. Для тех, кто не любит сидеть на месте, кто постоянно развивается, идет вперед, достигает своих целей или в помощь для достижения своих целей. Используйте этот аромат. Про пачули, если успею, расскажу немножко попозже, потому что там тема вообще такая тоже длинная и интересная. Мэджик. Мэджик. Следующий аромат. Вот, кстати, в Мэджике тоже есть пачули, поэтому посмотрим сейчас, куда мы это вставим. Итак, аромат Мэджик. Что он из себя представляет? Это парфюмерная водичка. Это из новой коллекции нашей. Новая коллекция называется «Флюиды». Семейство цветочно-фруктовые наносим на блотер. Чуть-чуть даем расстояться этому аромату и вдыхаем. Ух ты! Яркое такое начало, красивое, цветочно-фруктовое. И верхние нотки здесь. Персик, маракуйя, малинка, смородина. И знаете, такой аккорд свежести. Очень-очень приятный. Тоже никого не оставляет равнодушным. Очень красиво раскрывается в сердце. Сейчас мы немножко убыстримся. Но это сердце еще, конечно, не открылось. Но там будет ландыш, жасмин. И в шлейфе тоже сандал, пачули. Яркий аромат. Сильный, очень харизматичный. Ну вот, вы знаете, подойдет... Производитель утверждает, что женщина. Но я его... Вот прямо чувствую, что он на мужчинах будет очень красиво раскрываться. Настроение аромат дарит. Динамичная готовность к активным действиям. Быть в центре внимания. Лидерство, доминирование, смелость, радость. Вот. Еще же очень важно, когда аромат, который мы на себя наносим, дарит радость окружающим. Потому что за человеком, на котором вот этот аромат ощущается, хочется идти, идти, идти. Здесь, возможно, даже 2-3 точки нанесения. Потому что он не такой мощный, не такой густой, концентрированный, как Golden Amber. Поэтому обязательно попробуйте. Великолепно звучит. Великолепно. Очень красиво раскрывается шлейф. Ваниль, пачули. Шикарное звучание. И еще один аромат рассмотрим. Like God. Название у него такое, да? То есть Magic понятно. Это магия. Like God. Аромат – это подобный Богу, божественный, как Бог. Претензиозное, конечно, такое название. Берем этот аромат. Тоже наносим. Буквально 1-2 пшика. Даже одного достаточно, потому что он тоже очень мощный. Это тоже парфюмированная водичка из нашей коллекции. Последней вот свеженькой коллекции флюидов. Цветочно-древесный. И первая нота, конечно, это бергамот. Вообще, когда есть в верхних нотах бергамот, он сразу начинает звучать. Здесь немножко кислинки от бергамот. Он же такой терпкий. Лимон дает кислиночку, а яблоко – такую вот свежесть весеннюю. Шикарное звучание. Ноты сердца раскроются чуть попозже. Это будет фиалка роза. Сирень. Причем здесь сирень недушная. А вот такая, знаете, как свежая. Ну, вот настоящая майская сирень. И в шлейфе здесь тоже звучит сандал пачули. Стирок, кстати, это разновидность ладана. Мускус амбра. Поэтому самое место будет рассказать про пачули именно вот после флюида этого. Это аромат для лидеров. Лидеров, которые вот не просто сами в себе, а которые способны вдохновлять окружающих. То есть, ну вот, знаете, вообще для руководителей сетевого бизнеса, для организаторов – само то аромат. Просто перед вами не стоит никто с этим ароматом. И ароматный портрет давайте посмотрим. Вот почему на этой картинке женщина в костюме, в мужском. Кстати, я вот на нее смотрю, у меня абсолютно нет такого ощущения, что это мужеподобная женщина. Это элегантная, сильная, собранная женщина, очень сконцентрированная на задаче. Дома она может быть абсолютно другой, причем, понимаете? Но на задаче нужно концентрироваться, и этой женщине будет очень легко вести переговоры, особенно если это мужская компания. Представляете? То есть вот таким ароматом можно все построить вокруг себя. Это бодрость, сила, страсть достигать масштабные задачи. Пробуждает жизненную силу женщинам и мужчинам. Кстати, подойдет этот аромат. Просто на мужчинах, естественно, он будет звучать по-другому. Деловые переговоры, встречи. Бодрость побуждает к действиям и наполняет жизненной силой. И вот теперь я хочу буквально несколько слов вам рассказать про Пачули. Вообще Пачули буквально с времен эпохи империи Наполеона. Ни одна знатная красавица не мыслила о себе выхода в свет без аромата Пачули. А вы знаете, какая интересная к этому история предшествовала? В то время были модные индийские шали. Так вот, торговцы, чтобы шали сохранялись от насекомых, потому что, ну, моль всякая и так далее. То есть они их сбрызгивали Пачули. И вот этот резкий запах, он эффективно отпугивал моль. Вот, представляете? Но, тем не менее, Наполеон же про это не знал, и Франция про это не знала. И ни одна красавица не мыслила о себе выхода в свет без аромата Пачули. Вот так вот. А потом еще один есть такой миф, вы, наверное, про него знаете. Это, чтобы в кошельке всегда были деньги, нужно смазывать одной капелькой масла, молнию или кнопку, которой он закрывается. И даже если деньги потеряются из такого кошелька, то непримерно вернутся к хозяину. Уголки банковских карт, уголки купюр смазывают. Ну, не знаю, насколько это миф или не миф. Ну, смазывают и смазывают. Приятно пахнет. Ну, кстати, вот аромат Пачули, там есть такой земляной элемент. Такой темный, богатый запах, очень насыщенный. Травянистый и сладкий одновременно. Немножко винный, бальзамически-древесный. Ну, это элегантный аромат, и он точно попадает в память. Это однозначно. А вы знаете, что ароматы, это кроме того, что это парфюмерный гардероб, кроме того, что они работают на задачу, это еще и наша ароматная парфюмерная память. Он, кстати, еще работает как афродизиак, но действует в основном на женщин. А дамам, наоборот, очень нравится, если аромат Пачули звучит на мужчинах. В ароматерапии, кстати, часто используют для лечения стресса и усталости чистый аромат Пачули. Поэтому вот аромат, с одной стороны, дает сконцентрироваться, а с другой стороны, не дает перевозбудиться, потому что, знаете, излишняя концентрация может довести и до мигрени, и до головных болей других. А это, в общем-то, никому не нужно. Не могу прямо насладиться этим ароматом. И, дорогие друзья, подведем итоги. То есть мы с вами разобрали сегодня в первый день шесть ароматов, и во второй день четыре аромата. Ароматы для вдохновения, аромат для влюбленности, аромат для реализации мечтаний. И что же все-таки самое важное? То есть для чего мы вообще проводили? Проводили вот так, меня видно? Проводили вот этот наш ароматный эфир. Ну, в общем-то, для того, чтобы вы поняли, что в вашем ароматном парфюмерном гардеробе не обязательно покупать там 20 ароматов. Или, как одна девушка обратилась, а у меня, говорит, много ароматов. Но когда я стала ревизию проводить, я поняла, что все они для состояния влюбленности. Нет ни одного невечернего, ни одного делового, ни одного дневного, ничего. Все ароматы в одном направлении. Так вот, из этих трех направлений, аромат для вдохновения, для влюбленности и для реализации мечтаний, вы можете выбрать в каждом направлении буквально по одному два аромата. И этого будет достаточно, чтобы разнообразить, украсить вашу весну, разнообразить ваш парфюмерный гардероб, добиваться своих целей, быть легкой в одно время, воздушной, в другое время быть более серьезной, сосредоточенной. Поэтому очень надеюсь, очень верю в то, что мой эфир был для вас полезен. Ждите следующих эфиров, следующих анонсов. Я буду делиться, я буду рада делиться с вами своими знаниями об этом удивительном мире, космическом мире ароматов. До новых встреч. Спасибо за внимание. Продолжение следует...